Большое спасибо всем тем, кто проснулся сегодня рано и пришел в числе первого в жилом истории. Меня зовут Ксения Илаускин, я искусствовед из города Канты-Мансийска, занимаюсь кураторством современных инициатив на основе народного искусства. Сегодня мы об этом поговорим. У меня к вам большая просьба. Будьте добры, отключите, пожалуйста, звук на мобильных телефонах. Вообще, наверное, сейчас модный тренд, да, такое особое явление, когда все стремятся приблизить себя каким-то образом, коллаборация. Вроде бы, звучное новое слово, но на самом деле достаточно известное в нашей языковой культуре под понятием взаимодействия. Да, сегодня я предлагаю поговорить на тему, что означает этот модный тренд, какие бренды вообще обращаются к народному искусству, в частности, к народному искусству России. И что это дает различным культурным институциям. Как мы с вами понимаем, абсолютно разные культурные институции в России, но и за рубежом. В последнее время все чаще стали обращаться к сотрудничеству или с предложениями о сотрудничестве к модным дизайнерам. И когда нам с вами говорят о коллаборациях, сразу в голове всплывают, наверное, коллекции одежды. Сегодня презентацию я хотела построить на подборке совершенно разных, наверное, практик. Обращение брендов к сотрудничеству с дизайнерами. И выразить свое мнение о том, что, собственно, является итогом, что дает такое взаимодействие обеим сторонам. Вообще, по моему мнению, такое сотрудничество идет над пользой репутации обеих сторон. И в том числе тех, кто выступает яростным блюстителем базисных традиций художественных. Буду сегодня опираться на опыт своего региона и очень много буду говорить именно о практиках Центра народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного оброка, который является действительно тем самым охранителем художественно-стилевых особенностей традиционного искусства, на базе которого на фундаменте уже устраиваются различные новые бренды, да, современные. Так вот, по моему опыту, я бы даже сказала, что, с одной стороны, такое взаимодействие показывает готовность институции поддерживать молодые бренды или же работать с известными дизайнерами. Для дизайнеров, с одной стороны, это возможность прикоснуться к народному искусству. Понятно, мы просматриваем, выстроить яркий какой-то продукт, да, это коллекцию на основе узнаваемых стилевых особенностей. Ну и в том числе, по опыту наших практик, это и эксперименты с использованием инструментов современного искусства или явления. И все чаще мы стали наблюдать о том, что дизайнеры активно участвуют в историко-культурных исследованиях, совместно с мастерами, с учеными, опираясь на данные традиционного искусства. Вообще, история ООНы насчитывает немало примеров такого сотрудничества. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной тот факт, что для дизайнеров, особенно создающих одежду, украшения, аксессуары, это возможность не просто создать яркие изделия, но и артефакты, за которыми модники и модницы будут охотиться, выстраиваясь в очередь, желая получить их в свою коллекцию. Очень важно, я отметила, что даже те стороны, которые выступают, охраняя, сберегая традиции, против кинчи выступая, все-таки выигрывают. И они, поскольку дизайнеры, особенно на подиумах или конкурсах высокой моды, они намного шире трансферируют традиции, представляя их представителям других культур, соответственно, продвигая наши с вами художественные традиции России и многих народов, проживающих на территории нашей страны. Можно следующий слайд? И, говоря о брендах, которые обращаются к русским народным промыслам, с этого хотела бы начать сегодняшнюю с вами встречу и презентацию. Давайте вспомним яркие упоминания тех брендов, которые обращаются к народным художественным промыслам. И это не только российские бренды, но и крупные зарубежные. Хочу вам показать, как традиционные узоры, свойственные российской художественной традиционной культуре, переосмысляют в своих коллекциях такие марки от Kiehl's до Chanel. Kiehl's. Все знают косметическую компанию. Так вот, в 2016 году американская марка Kiehl's выпустила капсульную коллекцию 8 марта. Отталкиваться они решили от русских народных промыслов, а расписывать с ней коробочки упаковки для кремов. Пригласили Макса Гошко-Данькова. В основу легли четыре традиционных промысла, матрешки, жесткого, месенской и городинской росписи. По сути, они определили фон, цвет, настроение будущих рисунков. Но, безусловно, художник переосмыслял, он не использовал сугубо традиционные художественные традиции. И много времени проводил на производствах, общался с ремесленниками, наблюдая за их работой. Все это впоследствии нашло воплощение в его ярких узорах, которыми он, собственно, и украсил избранные продукты марки. Вообще, я хочу сказать, что Киллс регулярно приглашает к сотрудничеству известных художников. И, наверное, вы слышали, что одна из их ярких коллабораций была с Эйди Ворхолом в свое время. Следующие слова, пожалуйста. Контрол-зак для Силетти. Тоже очень интересное явление было в свое время. Здесь коллекцию фарфоровых тарелок и чашек гибрид для итальянских выдумщиков Силетти. Придумали дизайнеры из бюро Контрол-зак. В своей коллекции они решили объединить Восток и Запад. Сделали предметы с росписями. Где рисунок, с одной стороны, ссылается на современную кжель. Сразу забегая вперед скажу, что они ее переосмыслили и изменили на многих изделиях коллекции цветовую гамму. А с другой стороны, они сделали отсылку к азиатским мотивам. А дуальность самих предметов подчеркнута их формой. Тарелки и игрушки из тонкого и звонкого костяного фарфора словно были собраны из двух половинок. Края посуды были неровные, будто бы две половинки, как некоторые смотрели, говорили, склеены насквих клеем. Но на самом деле представители бюро говорили о том, что для них было очень важно показать Россию как на стыке многовековых тысячелетних традиций культур Азии и Европы, русских художественных традиций, азиатских мотивов. Рисунок они наносили обжиговыми красками. Причем дизайнеры решили не придерживаться традиционных стильных особенностей. Вот как я уже говорила в Кжеле, например, они ушли от традиционного голубого цвета и в том числе использовали зеленый. Сейчас мы с вами просматриваем практики и пока не говорим, как мы к этому относимся. Любим ли мы изменения, да, цветовое или плохо это или хорошо. По сути, сейчас как бы отсматриваем то, что явило. Следующий слайд. Коллекция «Русская страсть» австрийской компании, это австрийский ювелирный дом, который специализируется на украшениях из драгоценных металлов с эмалью. И компания существует уже более 60 лет, выделяется на фоне остальных она как раз на подражаемые световыми сочетаниями, запоминающимися узорами. Здесь я отметила еще одно интересное явление. На создание коллекции «Русская страсть» ювелиров натолкнули и русские промыслы, например, матрешки, хохлома. Но и в то же время они говорили, что для них было очень важно при создании коллекции использовать узнаваемую, наверное, идентику с Россией, такую как русский балет и символы русских сказок. Дизайнерам впечатлила жарка птица, вдохновила для использования в рисунках. Ну и, по сути, хохломской дизайнер, они импультировали в серии «Золотая ягода», где, как они говорили, решили разнообразить, уйти от традиционного красного и золотого на черном фоне и добавили больше ярких цветов. Следующий слайд. Шанель. Ювелирные украшения, посвященные России, Шанель выпустила в капсулы коллекции, которые начинали с имен четырех мужчин, которые оказали влияние на судьбу и жизнь самого Пуко. Дмитрий Романов, Игорь Стравинский, Василов Нежинский, Сергей Дякев. Так вот, барочный сет, посвященный Дякеву, так и назывался Сергей. И украшения по замыслу создателей напоминали о его родине, Перми. Украшены были уральскими самоцветами, рубинами, малахитами, аквамаринами, рубелитами. Воссоздавали традиционные узоры художественных традиций уральских при использовании в драгоценках камней. Так, в частности, в центре браслета оказывается огромная аквамарин, украшены причудливой малахитовой вязью и аккуратными рубиновыми розами. На Шадель я бы хотела закончить первый раздел презентации. Для меня было важно показать, что, в общем-то, коллаборация – это не только одежда, не только головные уборы или модные аксессуары, но и совершенно разные группы изделий, от косметики до ювелирных украшений, и посуды, и изделий текстиля для нашего дома, о чем дальше еще не говорим. Но интересным явлением в мировом сообществе является и упоминание такое явление, как мода нонародная, которое, безусловно, часто связывают с русскими модельерами или с использованием русских художественных традиций. Так вот, я хотела вам показать, по моему мнению, семь модельеров, семь дизайнеров, которые чаще всего упоминаются в средствах массовой информации, как те люди, которых вдохновили химические мотивы. Следующий слайд. Вологодское кружево, якутский шаманизм, дымковская игрушка, цыганские пляски, хохломская роспись, павлопосадские платки. Пожалуй, это чаще всего встречающиеся упоминания в поисковых запросах, когда мы говорим о русских традициях высокой модели. Безусловно, яркая, самобытная культура народов России вдохновляет не одно поколение ювелиров, художников, музыкантов. И сейчас мы с вами поговорим о модельерах. Лицо русского стиля на Западе сегодня – это Ульяна Сергеенко. С первого дня вдохновляется народными мотивами с первого дня существования своего бренда. Дизайнер прежде всего интересен тем, что принципиально отказывается от использования синтетических тканей при создании своих коллекций. очень много времени уделяет поиску и поддержке старинных техник рукоделия. Одной из коллекций 2020 года, которую представляла на площадках культуры в Париже, она вошла в новостную повестку как коллекция флеболите, где она обратилась и в своем доме модном освоили, по сути, технику кружевого плетения, волоконскую технику ручного плетения. И, собственно, не первый год ее имя ассоциируется с продвижением крестецкой строчки. Для меня было интересно тем, у Яна Сергеенко, что коллекции дизайнера, если мы смотрим этого дома, они не просто заимствуют народные мотивы, как большинство других модельеров в коллекциях, но она именно осмысляет культурный код. Сохраняя старинные техники и традиции, она их интегрирует в современный универсальный язык мировой моды. Ну и, соответственно, в утомченных нарядах бренда Ульяна Сергеенко из Елецкого и Вологодского кружева появлялись в свое время кто? Бионси, Наталья Водянова, Кейт Хатсон, Гэй Вашингтон, Эмилия Кларк. Здесь, кстати, вот тот самый яркий пример, о котором, помните, я вам говорила, когда дизайнеры популяризируют традиционные художественные традиции страны, переосмысляя их в современную форму или в коллекциях, продвигая их на площадки других культур и народов, представляя страну. Алена Ахмадулина. Вообще, проект начинался с цитирования русской культуры в широком смысле. А у нее была даже коллекция, советская коллекция. Но позднее, если посмотреть эволюцию жизни и развития бренда Алена Ахмадулина, мы видим, что чаще дизайнер стал обращаться к сказкам. И в одной из коллекций она вдохновлялась иллюстрациями Билибина к народным пушкинским сказкам. В других она фантазировала на образы кота и лисы, создавала собственный принт на основе Павлопосадских платков, сотрудничает часто с городецкой золотной вышивкой, но все мы с вами знаем, что такое золотная вышивка. Кроме того, дизайнер, что интересно, уделяет достаточно много внимания небольшим мастерским и производством в городах вручную и вышивает по 100-летним традициям. Весеннелетнюю коллекцию 2020 года тоже она посвятила пушкинской царевне лебедь. Ну и логично, что представила его в пушкинском музее. Следующее слово. Мария Казакова. Достаточно яркий, шумно узнаваемый бренд. Очень ярко, громко выстрел в Нью-Йорке. Так вот, в 16 лет Мария Казакова путешествовала на поезде трое суток из Новосибирска в Крыму. По дороге девушка услышала название одной из станций Джанкой, которая ей очень понравилась. Она даже заявила своим родным, что это будет ее новым именем. Да, безусловно, родные отказались называть ее Джанкой, зато через 12 лет загадочное слово в переводе означающая деревня нового духа стало названием ее марки одежды. Казакова окончила британку университет в Нью-Йорке и помогая вся ее работа она так или иначе все равно возвращает к русским корням. Она обожает технические мотивы, при этом она достаточно смело сочетает национальную вышивку, цвета, окошники, спортивные костюмы, шаровары, кроссовки, косоворотки. Стоит сказать, что дизайнер считает современную моду неким таким отличным способом возродить старинные промыслы. Ей наверное самое яркое упоминание было то, что Казаковой предложили сотрудничество Бума и Сваровски. По-моему, сразу после показа нескольких капсульных коллекций и на один из ее модных показ, а, дебютный показ в Нью-Йорке посетила Анна Линдур. Следующий слой. Рома Барна. Достаточно, на мой взгляд, треничный модельер. с брендом Рома Парал Дизайн. Да, он украшает голову моделей кокошниками, рентгеновскими снимками, колосьями костюмы, клесткими надписями, иногда и продажниками, скандартными. К одной из коллекций, тоже весенне-летней, он обратился к цыганским мотивом, как он сам говорит, что его на создание коллекции вдохновил фирм Эмира Пустурица в ряде цыган. Оверсайз, пышный лукавар, асимметричные юбки-фартуки, отзывая всю комическую стереотипу с одной стороны и модной многослойности, подставить название коллекции. Коллекция у Варова, она вышла вызывающе пестрой. В некоторых платьях он использовал традиции лоскутного шитьяна. В других цветочные узоры сочетал с мелкой клеткой и объемным декором из стразы. Он очень любит экспериментировать с фактурами. Например, запечатанный ткань в пластик декорирует одежду старинными монетами, гадальными картами, подвесками от хрустагов люстр времен СССР. Говорит о том, что это его понимание разнообразия этнических мотивов. Денис Симачев. Говорит же Денис Симачев, представляешь как лобовый, да, как шутят в нашей среде. Наверное, нет предмета, на который Симачев не мог бы украсить росписью, возникшей еще в 17-м веке. На его счету мы знаем хохломские спортивные костюмы, смартфоны, футболки, машины, холодильники и даже бар, да, одноименный Симачев бар, он украшал росписью по мотивам хохломы. Вообще, у него коллекция, безусловно, сразу, особенно профессиональный дизайнер, они говорят кич и советская символика. Таково прочтение автора. По его словам, не так он видит адаптацию росписи деревянных ложек под принты и называют это настоящим челленджем. В свое время Денис Симачев запретентовал эти принятые с использованием хохломы, но, как мы с вами знаем, переживать по этому поводу не стоит, поскольку, даже если изменить три листика в традиционной росписи узора, это будет новым авторским исполнением. Семь, счастливая кого-то. Анжелика Кириллина. Не так часто ее имя упоминают, поскольку многие в профессиональном сообществе ее называют самодеятельным дизайнером, но я хотела обратить ваше внимание на эту девушку из Якутска. Анжелика Кириллина, она вообще с детства любила странно одеваться. Когда выросла, узнала, что ее любимый стиль называется Боха. И, в общем-то, в своих работах она, по сути, сочетает Боха с элементами якутского народного костюма. Традиционные узоры, украшения, мех. Одну из коллекций дизайнер назвала Богемная Якутия. Все ее костюмы, они, по сути, про многослойность. Каждый наряд состоит из множества деталей, которые можно собирать, разбирать, комбинируя по-своему. Ну и, безусловно, не только россиянам интересна локальная этника. Вообще, культура народов России не раз взрывала фарижские подиумы на показах Валентина, Лагетфельда, Белоретто, Гальяна. Так вот, и итальянец Антонио Марас, креативный директор французского модного дома Кенза, не смог устоять. В 2008 году его вдохновила русская литература, в частности, произведения доктора Живака. И, конечно, русский национальный костюм, народный костюм и народные промыслы. В коллекции дома Кенза появились этнические мотивы, Стеганные лоскутные пальто на основе переосмысления лоскутных одеял, традиционных, яркие цветочные узоры, шали, стилизованные под Павлопосадские платки. Вообще, в свое время именно благодаря Морасу Павлопосадские платки вошли в моду во всем мире. Не обошлось, конечно, без матрешек. В виде брошей они были использованы в коллекции. Но здесь, я думаю, дань отдавали одновременно и России и Японии. Ведь все мы с вами знаем, что в нашей стране матрешка, она появилась лишь в конце девятнадцатого века, когда ее придумал художник Сергей Малютин. А источником вдохновения для него, скорее всего, стала та самая японская деревянная мебеляшка Дарума, привезенная супругой Савы Мамутова с острова Ханчу. Но здесь, конечно, много вариаций по истории возникновения матрешки. Я лишь озвучила одну из версий, которая близка к дому кенца, почему они стали использовать для брошей, именно образ русской матрешки. Следующий слайд. Если уйти от взаимодействия и практик при создании модных коллекций модельерами, конечно, в наше время нельзя упомянуть цифровой дизайн. И вот, говоря о диджитал и использовании традиций, я хочу уже опираться на опыт своего региона и, в частности, на те практики, которые непосредственно курирую я. в нашем регионе есть молодой бренд Жемеля Зайтулина и Артур и Музов. Они создали творческую марку «Морошка дизайн». А вот они, кстати, в зале и Артур и Жемель. Помашите ручкой. Артур и Жемель впереди сеть. Спасибо. Молодые люди, они специализируются на выпуске антбуков антистресса скрасок. По сути, полиграфия у них достаточно обширная линейка. Одну это основу составляет полиграфическая продукция на основе традиций народного искусства. Что они делают? Они разрабатывают паттерны для графического дизайна. Берут материал в совместной работе с исследователями, искусствоведами, мастерами носительной традиции. Они не стилизуют графические символы народного искусства, что достаточно уникально, а используют именно бытующую по форму образования традицию, не нарушая канонов, но адаптируют ее уже векторе для выпуска так полюбившимся всеми нами, особенно в периоды пандемии, антистресс раскраски, азбуки и различные другие виды. Так, один из очень ярких паттеров их работ, вот с левой стороны уже увидеть, азбук оранжевый, здесь он был создан на основе в свое время исчезнувшей на севере нашего региона в югре русской сторожильческой росписи, которую потом восстановили, а может быть она вам знакома еще в технологических аспектах урала-сибирской росписи или домовой росписи русской, ну и по сути придали ей второе дыхание и стали выпускать знакомые многие даже жители дыхание забыли забыли, что когда-то на территориях региона бытовала вот такая уникальная русская роспись. И восстанавливая техники древней угорской вышивки и богатейшего традиционного художественного вязания, тоже перерасмесляя светлые залы, я думаю, что плохо либо, да, на экране. с правой стороны мы показали, что даже открытки в искусствоведческих сериях они выпускают и уже с готовым цветным изображением и в черно-белом контуре, который очень влюбили во всем мире, когда люди могут сами раскрашивать открытки, альбомы, листы, арбуки, закладки, все примерно в этих сериях. Зачастую у ребят, в общем, чаще всего по сути сейчас используются три направления. Русская стороженческая роспись, традиционная угорская вышивка, вышивка остяков и богулов, которые знают в мире и традиции северного художественного дизайна. Как я говорила, мне кажется уникально это тем, что ребята позиционируют себя современными дизайнерами, работая с цифровыми направлениями, они очень активно участвуют в исследовательских проектах с учеными, искусствоведами, мастерами, художниками. Они ездят в экспедиции, они работают на конференциях, симпозиумах, конгрессах, то есть везде, во всех форматах представляют как свои работы в области художественной реконструкции, исследовательских проектов, так и уже на дизайн-площадках уже свой опыт переосмысления культурного по регионам. В нашем регионе есть еще инициативная группа молодых ребят, которая называется еще не оформленная марка, но как такое, наверное, событийное явление с общим названием «Югра тренд», «Тренды Югры». Здесь ребята уже не только полиграфию разрабатывают, но и коллекции следующей слайды, пожалуйста. А, мы здесь долго говорили, да, я сейчас быстро. Вот так выглядят блокноты для раскрашения. Здесь в правой стороне на слайде серия искусствоведческих актеров, которые создавали, кстати, в особе Дмитриевне в обновении с Центром народных художественных промыслов и игры. И ребята только представили свое видение, как они воспринимают паттерны, по сути, графические элементы, которые они наблюдали в натуральных, в подлинных изделиях, вязаные носки народа в Ханты и Манси, вышитая одежда, может быть, кто-то из вас был на показах и видели коллекцию, а вчера показывали вышитка Кандэ, аутентичная коллекция, богато аргументированная. Так вот, по сути, вдохновение для современных работ они черпают как раз в этих подлинных образцах традиционной культуры. Здесь этот арт-губ первый, если вы смотрели на основу русско-исторожильческой росписи, то здесь как раз представлен то, о чем я говорила, узоры традиционные символы, используемые в вышивке и вязании. Вчера, когда коллекцию вышитка Кандэ показывали на подиуме, вы видели для лого коллекции как раз был этот элемент с птицей. Очень узнаваемо, многие из вас могут такое встретить и в традициях русского севера, в Архангельске и вот и в нашем регионе северной Библии. С правой стороны элементы, когда с одним из искусствоведов Строганов, где мы смотрели, он говорит, ну чем не Пикассо, да? Мы говорим, ну конечно Пикассо, народный Пикассо в русской традиционной росписи. Мы с вами зачастую привыкли видеть образы птицы, цветы, которые чаще всего мы встречаем на прятках, да, или на росписи домовой. Но вот здесь ребята показали, какими традиционно изображались люди, кони, следующий слайд, пожалуйста. Возвращаясь к бренду творческой группе Гра Трэц, Так, здесь потеряно. А следующий покажите, пожалуйста, свои. Еще. Да, я начну от кем вернемся, да? В ЧАНС тоже показывали другую коллекцию. Это современное переосмысление традиционного искусства Ханта и Манси. Называется Угорская Анасмедиа. Коллекция Преда Порте. На потребливаться были уже готовые варианты. Если вам удобнее смотреть в темном зале, расскажите, если вы хотите. Все, ждем? чем интересна эта коррекция? Здесь, по сути, дизайнерским решением стал акцент на детали. Каких? Безусловно, это традиционный крой. Там цветы у тебя еще есть слайцы тоже проявляются. Традиционный крой, украшения. Здесь использовали характерные для одежды хан и мальси. Прямоугольные подрезы на груди, волосы декора по бедрам, манжеты на рукавах, специфический покой штанов с трапециевидными вставками. Там вы видели горячие герстуды, как раз и джинсы. Они для молодежной коллекции пытались переосмыть именно на основе кроя традиционных штанов, остяков и лобулов, древней кроя. Каждый комплект богато украшен ручной вышивкой, отделкой, аппликациями, вышивкой, меховой мозаикой. Хавая мозаика это вообще уникальное художественное явление в игре, которое используют не только при изготовлении традиционных сумок, но и, как вы знаете, шуб, богато декорируясь для данного одежды. В русской культуре мы все с вами сталкиваемся с лоскутным шутьем, так вот, иногда говорят о том, что как схожи лоскутные техники работы с текстилем русских и то, что у северных народов мы видим меховая мозаика тоже используются техники выставок только уже не в плане а меха. Все эти модели они основываются на подлинных образцах в сочетании по сути наверное формы образов современной культуры. Давайте вернемся на несколько слайдов назад. Ага, здесь коллекция текстиля для дома. Чем интересны эти изделия? Дизайнеры используя традиционно художественные традиции вышивки древней остяков вагулов вышивку переносят на современные скат тепледы дальше пожалуйста вышивки вышивка остяков вагулов она была утрачена на рубеже 19-20 веков в центре месел в югре потратил вернее не потратил на протяжении более 20 лет он проводил огромную научную работу и практическую по восстановлению этой уникальной вышивки вышивку вернули и в настоящее время дизайнеры используют и переосвесляют эти уникальные художественные традиции уже при создании современных коллекций текстильных для вагонов в том числе большие еще одно уникальное явление здесь я хочу рассказать о том как художники и дизайнеры в коллаборациях совместно с центром ремесел участвуют при создании мерчей неки или мерч линеек которые посвящены определенным событиям художественных проектов в частности например очень серьезный и яркий художественный проект был создан работниками и сотрудниками центра народных художественных промыслов он посвящен многолетней работе художественной реконструкции исследования в области традиций художественного металла в юбре пространстве выставки или представления как украшения из металла так и костюмные комплексы начиная с кулайской эпохи кулайской культуры до настоящего времени по сути просвеживается тут трансформация изменения работы с металлом использование металла в костюмных комплексах в аксессуар в аксессуарах так вот интересно было и то что там в пространстве выставки были представлены редкие коллекции кафтанов с металлическими отливками и приглашая центр ремесел приглашая дизайнеров совместно с ними разрабатывать сюжетные серии на примере постеров так популярных в интерьере в настоящее время новый инстаграмный тренд все полюбили использовать постеры в интерьере своего дома а центр ремесел таким образом привлек к своим событиям и мероприятиям большую аудиторию молодежи которая стала приходить на выставки благодаря тому что их приглашали участвовать в модных воркшопах по созданию постеров здесь мы с вами видим интерпретировали ребята Жамиль с Ольгой Дмитриевной они представили образ молодежи угорской княжны до этого на фотографиях мы видели ее традиционный в реконструкции образ костюмного комплекса и украшений когда мы показываем мы говорим как ювелиры раньше изготавливали челюстные различные украшения из металла и следующий слайд здесь уже по сути одним изъявлением стало то что в пространстве выставки проводят события в разных техниках когда для постеров отрисовывают кулайских башков всего это древние острые движны дизайнерами 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 была разработана 3D-модель короны короны львовской книжны на основе коллекции древних диадем которые выставляются на той самой выставке звон священного металла вообще эту коллаборацию естественно в диджитном пространстве мы до сих пор активно используем она существенно увеличивает активность особенно в инстаграм и такой опыт цифровой коллаборации безусловно мы используем для продвижения своих проектов и событий как я уже говорила которые именно посвящены традиционному искусству дальше Аня поднёмся ещё назад А где тикток своя ещё посмотрим ещё дальше всё назад не загрузится хотела показать ну ладно я так визуально ярче отдельно я хочу сказать о том что цифровой дизайн центр ремёсел в Евре активно используют коллаборации для своего тикток канала по новому искусству каким образом это происходит графический дизайн смешение музыкальных трендовых музыкальных композиций которые в какое-то определенное время популярны в тикток накладывая на создание коротких роликов или эфиров длинных по своим событиям выставкам научных мероприятий цифровая у нас бука запущена на тикток канале как там хотела привести пример молодого человека приглашая в пространство выставки например мы показываем один из предметов или молодые люди сами выбирают какой-то понравившийся предмет и по истории этого предмета снимается серия сюжетных роликов для тиктока например есть такой предмет из области ниткового текстиля корневатик это определенные сосуды так скажем которые плетутся в корне кедра многовековая традиционная технология и он в пространстве выставки говорит знаете ли вы как на севере выглядел древний холодильник и начинает рассказывать что это и где потом очень любят семьи с детьми и молодежью приходить потому что центр ремесел позволяет для себя примерять костюмные комплексы если в музей мы приходим и там очень многие вещи нельзя трогать или прикоснуться то на этих событиях и программах можно трогать есть определенная группа костюмов которые можно примерять и они специально создаются для того чтобы использовать те самые инстаграммные активности когда люди хотят все померить сфотографироваться ну таким образом коллаборации народного искусства и современного перешли уже в социальные сети и дальше комиксы которые мы разрабатываем к выставкам традиционного искусства народных художественных промыслов почему я покажу вам на примере выставки археологической керамики эта выставка была посвящена художественным особенностям одного из районов югры истории керамики и определенной группе средневековых ремесел так вот чтобы повысить интерес у аудитории специально с ребятами разработали цифровые комиксбуки сочинили легенду эту легенду приложили в медиаверсию и выпустили серию тех самых комикс-имбомов которые можно купить как в печатной версии так и получить в доступе электронно вот примерно так это выглядит если очень город у меня все резюмирую только в том что если кто-либо из вас будет связан с созданием различных креативов или коллаборация мне хотелось показать то многообразие которое может быть при той самой дружбе с народными традициями с народным искусством и это не только коллекция головных буров для одежды но это совершенно обширные группы изделий или даже так скажем сферы особенно сейчас когда мы смотрели мы больше уходим в цифру последние годы они во многом поменяли восприятия наши и при создании мероприятий и при посещении их поэтому считала очень важно показать вам соправливую сторону коллаборации у меня все добрый день подхвачу инициативу инициативу если можно мы можем выбирать свет меня зовут Сафрыкина я главный куратор Всероссийского музея декоративной я поздравляю на самом деле Ксения с прекрасным докладом где очень четко и сложены те лучшие примеры коллаборации в области современного дизайна и соответственно народной традиции вот также конечно же я благодарю всех организаторов за замечательное мероприятие я приехала по приглашению Минтонга и вчера кстати у вас прекрасные показы один из лучших я считаю который Мансийский округ показал именно на фэшн показе тоже большой респект просто очень круто и достойно особенно вот эта ручная работа ручная вышивка это прямо искусство искусство ну два слова себе я так понимаю в основном дизайнеров зави есть ли музейщики ну тогда о музее да вот бывали наверное кто-то был кто-то не был не был не был знаете Всероссийский музей декоративного искусства он относится в Москве на делегации в этом году он празднует 40 лет то есть по музейным меркам это такой достаточно молодой музей я если говорить два слова обо мне чтобы было понятно я раньше занималась музеем Москвы проводила более шести лет и в музее Москвы мне довелось открыть новое направление по современному городу мы занимались современными городскими идентичностями современной городской культурой и модой и дизайном в том числе в частности была приведена выставка Эрмеса кулисами и вместе с знаменитым французским брендом мы привозили на самом деле мастеров которые работают в Эрмес но те мастера которых обычно не видно то есть кто раскрашивает фарфур мастерицы из каких-то провинциальных деревень мастера по коже то есть собственно за кулисей правда этого бренда было показано было очень интересно с ними общаться вот и собственно это один из таких проектов ключевых для меня отлично в связи с чем мне стало интересно вообще эта тема но до этого я была директором центра дизайна Артлея это как раз такое тоже может быть кто-то был кто-то не был в Москве это первый культурный кластер вообще который возник в 2003 году мы открылись на базе лучших фабрики красно-роза такая пушенковая карбината видеороза в субок еще советский знаменитый в этом районе сейчас в Москве такой очень интенсивный деловой уже кластер там открыт Яндекс офис там еще рестораны в бизнес-центрах но изначально это выглядело так что в самом старинном цехе этой фабрики пришли мы дизайнеры архитекторы художники кураторы искусствоведы и вот таким способом объединившись мы взяли в аренду буквально совершенно убили загрошенные цех старинной фабрики превратили его в первую вообще в такой арт-центр вложив туда какие-то собственные средства и как-то соборганизовавшись в общем-то оттуда идет вот эта история возникновения на базе бывших промзон что потом винзавод возникло лакон сейчас там это все чаражируется по всей России октава в Туле и так далее множество можно привести примеров но так случилось что мы были пионерами этой всей истории еще в начале 2000-х вот и так если говорить теперь про всероссийский музей декоративного искусства подхватывая тезис о том что же такое площадки площадки для коллаборации народного традиционного и современного дизайна искусства музей да пожалуй одни из таких площадок но что мы понимаем под коллаборациями это тоже очень важный момент под коллаборациями можно понимать то что скорее музейщики понимают конечно как промо то есть когда используются аргаменты и принты исторические да но совершенно в других формах и форматах то есть были приведены примеры когда переходят традиционные изображения полиграфии улица Европы но при этом изображения которые касаются совсем другого типа ремесел и производства и можно ли это считать коллаборацией на самом деле это вопрос дискуссионных вот что же касается цифра здесь тоже как бы мне кажется очень много проблем и задач которые ставят новая эпоха для нас например большая проблема то что сейчас еще перемножится в пандемию случилась такая история что мы знакомимся с миром как бы в виде его двойника то есть не в виде подлинных вещей а в виде оцифрованных коллекций предметов даже выставок музеи сейчас целенаправленно озабочены тем чтобы делать не только виртуальные туры и виртуальные каталоги но и цифровые версии выставок конечно это связано с пандемией у нас ограничено бывает посещаемость иногда мы вообще включаем сеть жизненного цикла на несколько месяцев и посетители могут видеть наши проекты могут знакомиться с нашими проектами в интернет-версии это тоже засчитывается как деятельность музея популяризация коллекций посещаемость но на самом деле и проблемы с этим есть тоже важно мне кажется не забывать о роли предметов и именно идти в пространство и музея одни из тех пространств где ты находишься с вещами соответственно с их материальным публиком не только с каким-то дубликатом виртуальной версии собственно вещи подлинные вещи настоящие это и есть предмет нашей работы изучение популяризация и соответственно эксперимент некие как бы новые формы работы все российский музей декоративного искусства на директорской улице был открыт в 1981 году как я сказала одной из большей части его коллекции является коллекция авторской декоративно преподаваемые искусства советского периода дальше можно на самом деле есть можно в свободном формате последовательность слайдов это предметы нашей коллекции как пример но смысл в том что в коллекцию музея собраны лучшие произведения советского времени именно которые были показаны на всероссийских поисковых то есть это как бы со всеми всесоюзных со всем регионов собраны произведения которые показывали в центральном манеже московском где кстати в ближайшее время по лоскутному шитью огромное раз как это проходит соответственно там в советское время тоже были такие блокбастеры как мы сегодня сказали и соответственно наша коллекция не представлена также международные выезды вот этих гастролей Советского Союза за рубежом и наши лучшие произведения то есть основной массив коллекции советский но есть дальше такая история в 93 году создав музей всероссийского вошел полностью со своим архивом экспедициями и со своими исследованиями кустарный музей кто знает этот музей он был создан в конце 19 века и он создан был в московской губернии то есть он включал Москва в Московскую область и занимался на самом деле кустаряльной промыслами то есть как отдельным производством так и обреченным так и отдельными художниками но цель была так мы возвращаемся к нашей истории сегодня как и сейчас то есть популяризация и помощь изучения народного искусства потому что возник русский стиль модерн мода на национальное искусство и как бы это был такой важный музей но музей очень особенный то есть он занимался теми задачами которыми музеи обычно не занимаются при музее был огромный магазин это было очень модное место где покупали все лезьбомонды армбомонды с венской облигой к этому времени подарки если вы посмотрите историю кустарного музея она очень неплохо изложена в интернете но собственно говоря это то место тот музей который с одной стороны он собирал исследовал нормальное искусство промысловое искусство с другой стороны он презентовал на своей площадке в Леонтикском периоде тогда находился это пространство музей для видеористов экспозиции и третье музей ставил необычную для себя задачу продвижение популяризации увеличение доходности то есть прямо вот то чем собственно Минпромтор к чему сегодня апеллирует увеличение доходности этих предприятий и собственных промысловных организаций соответственно и также зона эксперимента то есть современные художники в таком времени были соединяемы с какими-то артиллерами и возникали новые формы значит все можно это увидеть у нас на нашей главной экспозиции русский стиль русский стиль во Всероссийском музее декоративного искусства это сейчас центр и смысловое ядро нашего музея это высто красный экспозиция постоянная которая показывает кучи образцы русского стиля там есть обрамцевский кружок там есть экспедиции по северу народные искусства подлинники какие-то работы знаменитых мастеров Поленова Воснецова кстати у нас именно в коллекции и у нас на этой экспозиции представлена как раз таки вот та самая первая матрешка Малякинская Токолиц Вёздочки её изготовил Малютин расписал и собственно Морозовый создавал кустарный музей Сергей Морозов вот это такая длинная история не очень много времени поэтому извините я очень первая по основным рекордным точку пройдусь настоящая первая матрешка она в нашей коллекции экспозиции все знают эту прекрасную девушку как аля Аленушка крестьянская девушка с курочкой в конце самой последней братец и бабушка вот и собственно матрешка почему она так стала известна кстати если говорить о роли популяризации уже тогда в конце 19 начало 20 века вернее 1900 века прошла международная выставка Янглорок промышленно-хутожественная в Париже знаменитая 900 века и там матрешка была на всех наших имиджах в постерах эту выставку посетило 50 миллионов человек это вообще рекорд как бы выставки идут с середины 19 века это то что сейчас экспо вот мы слышим экспо в Милане экспо там в Дубае в этом году то есть какие-то большие такие международные проекты смысл этих международных выставок что они проходят в разных городах мира и соответственно Париж 1900 век начало нового века это был колоссальный успех именно русского российского павильона кстати российский павильон которым занимался как раз кустарный музей он делал экспозиции он представлял собой такой как бы синтез соединение в застройке своей архитектурной части соединение московского и казанского крепежа то есть это выглядело так как бы такое сооружение сделанное в миниатюре ведь это же были павильоны национальных пультов вот наш выглядел именно так и там уперло энергетически все народное подлинное интересно очень продавало собственно были русские паразиты свое мастерство как и сами мастера приезжающие туда торгующие все русские рестораны кухни парижская выставка ярмарка это начало успеха вообще и вот то что потом подходил тягин и вообще и балет и культура и музыка все стало происходить тогда на стыке веков и в общем-то это мировой такой тренд сейчас я согласна с тем что снова возникает как будто бы новая народная национальная мы видим это в музыке кстати фолк очень интересно сейчас молодые ребята делают много чего в этой области это возникает в оформлении как бы каких-то интерьеров внутренних ну может быть сейчас пойдет в архитектуре но мне кажется что на самом деле все впереди сейчас есть такой момент когда с одной стороны интерес к этому возникает с другой стороны вот при всем том что происходит как бы естественный процесс очень важно не переборщить искусственных каких-то создания условий для того чтобы это развивалось все и как бы потому что как бы бывает иногда что искусственные формы они как бы развращают если так скажем то есть вот Лилия Ахатовна вчера сказала интересную такую фразу ортодоксия от промыслов да собственно в чем как бы там история в том что промыслы промысловое предприятие они ведь в советское время привыкли к госзаказу да они существовали за счет поддержки госзаказа очень сильно и сейчас они апеллируют именно к тому времени да они как бы просят вернуть вернуть тем грубо говоря то есть в принципе когда мы слышим Лилия Ахатовна она говорит что основные цифры поддержки в основном запускаются не на продакшен а на проектное движение то промыслы на самом деле они хотели бы чтобы как бы непосредственно у предприятия помимо как бы того что идут вот компенсация всех затрат по коммуналке по всем остальным каким-то по расходным материалам то что мы вчера то есть так далее много и среди креативных индустрий если иметь их вообще ввиду это вообще немыслимо да то есть представим себе дизайн бюро которым бы шли да компенсации или там какие-то модельеры дизайнеры по всему этому спектру то есть очень несимметричная какая-то история вырисовывается и поэтому очень важный момент сейчас будете объявить год промыслов в следующем году что это будет обозначать как будет выглядеть государственная программа как будет выглядеть инициатива снизу мы музейщики снизу то есть мы как бы с теми людьми которые занимаются контентом работают с контентом мы его как бы презентуем мы его изучаем мы его отправляем в капсулы времени в вечность да наша как бы миссия и функция в этом процессе как мы видим ну и как старый кустарный музей музей декоративного искусства видит такую свою амбитцию в том чтобы не только а пытаться еще поддерживать то есть пытаться еще быть модератором соединяющий площадку одни с другими и теперь если можно вторую презентацию о придуманной сделанной такой у нас во всероссийском музее декоративного искусства проходит вот такой проект внимание то есть придуманное сделанное в россии это конкурс который второй раз в этом году проходит проект прошел со всей россии было принято тысяча заявок мы публикуем сайт анонсируем его принимаем заявки работают у нас экспертные советы жюри по этому проекту тоже можно дальше пустить в свободное плавание эту презентацию смысл в том что в пандемии пришло больше чем в любое и другое время то есть идет активизация вот этого процесса из тысячи заявок было отобрано 136 и шорт-лист то есть все дизайнеры кто попал в шорт-лист были представлены в виде выставки выставка как раз проходила в концерт прошлого года в начале этого и собственно показала какие-то самые интересные наши образцы получившиеся в этом году вот именно в тех моментах коллаборации как мы видим а непосредственно что такое в данном случае о чем шла речь то есть когда дизайнер не просто как симачок он как бы берет хокломов и использует в своем дизайне когда дизайнер обращается к промыслу к предприятию если говорить облоке это временал как бы традиционный дизайн потому что там был коллекционный предмет для много разных направлений в этом сегменте очень важным условием было то что это совместный продукт неги который делается дизайнерам вместе с фабрикой то есть вот Юлия Герасимова однозначно жестово сюда проходит Сергей со своей палом палачок который разрушил были прекрасные предметы с Каслинским литем то есть со всей России мы получили большое количество примеров вот и именно вот в этом соединении что же видят как бы интересны дизайнеры дизайнеры насыщенность знаниям самой культуры это и орнаментальное искусство что заходит интересная тема и собственно говоря сами бренды между прочим то есть когда мы вспоминаем там Hermes то есть еще один маленький пунктик я столкнулась с тем что это в которых то есть во Франции все ручное это очень бешеные деньги у нас же это все почему-то недостаточно ценится да то есть крестит свою строчку Яна Сергеенко да она пытается поднять и растиражировать и как бы вывести именно в сегмент лакшери но мне кажется что вот здесь вот как бы люди и дизайнеры работающие с этой темой как бы разрабатывая свои линейки если ну не специалист но тем не менее да если можно как бы достать со стороны сразу нужно представлять себе свою аудиторию ценовую политику да то есть либо ставить себе ставку на то что это очень дорого должно быть и тогда работать соответствующим образом это важно и упаковка и промо и площадки презентации и делание музейных выставок иногда и участие в корпусах либо это среднее молодежно основной сегмент средний на другие каналы популяризации коммуникации либо это доступно вот сегодня фабрики попадают скорее вот в этот доступный не очень дорогой сегмент потому что в принципе неплохо продается предметы массового спроса хотя массовый спрос это тоже такой относительно фидоскинская фабрика лаковые миниатюры например это очень дорогие подлинные предметы которые там иногда по несколько месяцев одна шкачула делается особенно если знаменитый автор там и 40 и 225 авторские очень интересное произведение но это всегда очень важно понимать как бы формировать не только концепцию не только идею предметов и сразу попытаться его оценить как мне кажется это то что мы бы хотели тоже поддерживать у себя хотим переделывать сувенирный магазин вот еще очень важный момент да и вообще направление дизайна Всероссийского музея декоративного искусства это новое направление буквально несколько лет существует это вообще идея создания вот и поддержки в этой области поддержки дизайнера в том числе и через сувенирный магазин в том числе то есть не только брать старые вещи известные авторские декоративно-прихватные это ткани стекло и прочее да там и промысловую историю но брать современный актуальный дизайн который возникает вот сейчас благодаря таким каким-то новым движениям вот давайте тогда если нужно обозначу что в сентябре в конце сентября этого года мы открываем первую такую маленькую постоянную экспозицию о современном о современном дизайне актуально будет называться вещь это как раз вот она идет ну своей инициативой скорее вот от того что мы рассматриваем вообще явление дизайна возникновение его в России в мире и собственно такой небольшой проект дальше превратится в большую экспозицию на два этажа соответственно еще хочу пригласить в пользу случаем православный яблочный спарк 19 августа у нас ярмарка во дворе музея делегатская улица дом 3 раньше к нам относился исторический делегатский парк то есть это место вообще это усадьба астермана это одно из прекраснейших таких мест в Москве и усадьба астермана это канцлера знаменитого который пережил несколько императоров в общем то у него была огромная усадьба и делегатский парк у него включал мы делаем ярмарную русскую усадьбу которая будет тоже включать работы всяких дизайнеров и прочее можно у нас на сайте посмотреть если кто-то хочет поучаствовать присоединиться к этому процессу вот и если можно еще дальше последовательность олегу как бы фотографии попросил запустить у меня был еще один такой проект на тему сегодняшнюю если говорить который удалось осуществить совершенно недавно в музее Новый Грисовик в Москву в музее Новый Грисовик выставка была небесная мастерская куратором которой я являюсь и это проект где участвовало пять музеев там есть российский музей нашего Иерусалима середина фасадского и соответственно 19 фабрик в Москве это вот лично с которым не могу не поделиться 19 фабрик из которых восьми мы посвятили огромные историю исследовали как они возникли в какой местности почему именно там а не в каком-то другом почему именно там обычно связано с материалом то есть если это гжель то это глина какая-то особенная в тех местностях если это Богоронская фабрика резьба по дереву это соответственно дерево которое вот так вот масло но плюс наличие еще какого-то скажем повода места то есть в данном случае троица Сергия Лавра безусловно создала возможности для возникновения развития резьбы по дереву потому что изначально мастераты делали крестики иконы продавали деревянные только потом это перешло в какие-то другие формы игрушку вот да какие-то крупные формы работы с деревом но изначально все шло оттуда вот и как бы в каждой такой фабрике был произведен анализ почему это возникло на все фабрики была заключена съемочная группа которая сняла фильмы о классных процессах производства и самое интересное что там пообщались с мастерами особенно мастерами потомственными чьи вот как бы бабушки детушки прабабушки изначально жили в этих деревнях они до сих пор так вот общий как бы общая температура по больнице следующее в бедственном состоянии находится в нашем промысловом производстве вот на самом деле да то есть есть определенная проблема которая выглядит таким образом когда приходят дизайнеры они говорят следующее дизайнеры молодые модные прекрасные ну совершенно сложно и невозможно работать с фабриками они консервативные костные ничего не хотят а вот эти прекрасные примеры которые появляются там в коллаборациях именно на фабрик это всегда с трудом не вымучены но как бы рожденные в таких очень сложных процессах какие-то совместные проекты дизайнерам сложно да фабрики они боятся следующего как бы к нам приходят дизайнеры которые хотят нас использовать да они хотят использовать наших мастеров ставить свое имя ставить типа фатализировать себя через нас через наши орнаменты которые никому не принадлежат они плохо будут чтобы на них были какие-то авторские права наши конечно же да чтобы пошли вот эти отчисления изображения да потом ну как бы для них неоднозначно и странно если эти изображения попадают там на самолеты ракеты какие-то другие как бы доформы они это все воспринимают честно как кич для них для мастеров для них очень важен их материал они воспринимают дизайнеров как тех людей которые придут и создадут им новые формы вот если говорить про формы хотела бы поподробнее и советские производства как были устроены то есть ленинградские фарфоровые заводы после революции осталось огромное количество то что называется белье да то есть были огромное количество просто неразвисанного материала то есть готовые формы возникали дизайнеры художники великие того времени на самом деле и возникал антифарфор то есть советский период это как бы авангардные художники которые на старом императорском белье если этот процесс он как будто бы тоже воспроизводится все время во времени мы приезжаем в вербилки прекрасные которые стоят и вот которые мы видим как достижение самой старой формы еще в конце 19 века кузнецовского времени мы видим сервис чай о как прекрасно что он до сих пор есть на самом деле он плохо продается завал как бы его в вербилках в магазине то есть а новая форма не возникает да то есть ищут дизайнеров архитекторов конструкторов на самом деле чтобы возникали какие-то новые идеи именно в области формотворчества если говорить про дизайн тоже как бы есть задача чтобы приходили дизайнеры но в фабрике очень с большим вниманием трепетно относится к тому чтобы излучали традицию чтобы все как бы люди знали понимали вот как бы саму историю вот соответственно эта выставка она и погружала вот в эти процессы почему именно так почему как бы изначально там допустим подносы шостова изначально на паре ямаше выглядели как лаговый импультер а потом переходит в металл как он как трансформируется на протяжении времени изображения какие как бы про культурную говорить какие как раз вот эти образы используются в изображениях что обозначают цветы что обозначает дерево что обозначает солнце то есть вот эти вот годировки как бы это же на самом деле в старинной культуре каждое изображение это определенное как бы слово то есть это как бы язык коммуникаций который часто сегодня дизайнеры не понимают здорово если они это изучают и понимают и музей как раз могут предоставить архивы большие объемы информации на эту тему кому это интересно так вот мы призываем потому что это дико интересно когда происходит именно такое прошивание друг с другом и какое-то совместное большое взаимодействие и вот если говорить про проблемы в преддверии года ремесел мне кажется что самое важное это взаимодействие людей из разных областей то есть когда они в своем замкнутом мире находятся дизайнеры музейщики народные ремесленники они все друг с другом начинают каким-то образом качественно взаимодействовать неповеренность изменить какого-то единого единого большого результата вот и если говорить про эту выставку вы видите макет замечательный как раз итогом этой выставки была идея создания межмузейного поскольку как я говорила шесть музеев и 19 фабрик придумало участие большого такого комплекса в Москве где была бы постоянная площадка для представительства фабрик и магазин разных дизайнеров научная лаборатория исследовательский центр вуз туристический центр там и как модно все сейчас в этих кластерах типа артплей которые размножились по всей России капсульный отель какие-то другие такие идеи по совместному именно продвижению и развитию почему были удачны эти кластеры кластеры как бы именно были построены на этой идее то есть как бы синергетический эффект вот синергетический эффект это то чего не хватает на самом деле сегодня вот в этом взаимодействии модных современных дизайнеров и старинных традиционных промыслов пока он получается на самом деле опять же таки личное обновление не так часто как это могло быть вот на этом я закончу спасибо 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 я я я это я это это такое ну третий то что это то что мы собираемся в области не это 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 тоже некий как бы либо дары либо закупки у художников которые осуществляют институции каким образом закупочная комиссия устроена стреляют ну смотрите сейчас самый большой сделок став она задача институции в целом, да, ставка на этот актуальный дизайн, который как много направления. Поэтому мы будем сейчас стараться конфликтовать свою коллекцию тем, чего вообще нет. То есть, собственно, молодыми работами, дизайнерами, художниками, и мы всех как бы ждем, и через придуманное и сделанное России как конкурс. Кстати, Терен-Трава, кто знает? Как это? На том у нас тут же пройдет. Как вас? Да. Да. Вот, соответственно, как бы, когда мы видим дизайнера в своих проектах, получаем заявки, получаем как бы выставки, мы смотрим именно на это, и сами обращаются наши хранители к тому, чтобы заполучить этот предмет в свою коллекцию. Если же говорить о том, что вот не полностью представлены регионы, да нигде, в Кузее нет полностью, как бы, представленной истории формально, да, для того, чтобы, вот, нельзя иметь там все, то есть все регионы России. Но мы были бы рады, безусловно, конечно, если бы были предложения к этой части. То есть, если бы не было, то есть, если бы не было предложения. Можно я даду обратно, как художник в практике? Вас интересует, раньше в советское время была такая программа ценно-направленной закупки, приобретения фонов и предметов. Так вот, здесь просто сразу же сказали в выступлении, что музей декоративного искусства, он изначально концептуально отличался, например, от РЭМа, да, если у Российского этнографического музея были уже государственные программы приобретения работы изделий всех регионов, потому что они транслировали коллекцию и этнографию всех народов, то у декоративного музея декоративного искусства они изначально даже начинали базироваться на локальных традициях Москвы, московской области и страны. Да, ну вообще, если говорить, да, смотри, то есть у нас такая история, хотел бы обратить внимание, мы собираем лучшие образцы в области декоративного искусства, поэтому очень важно экспертиз. Что такое лучшее, это у нас определяет наша внутренняя комиссия. Дело в том, что в России нет вообще никакой экспертной институции, которая будет определять лучшее именно в области декоративного искусства, потому что по народным промыслам есть художественные и экспертные советы, если плохо или хорошо, то в остальных направлениях это исчезло, так же, как и профессиональный дизайн, с чем все и говорят, сталкиваются, что, в принципе, если честно сказать, хороших дизайнеров очень мало. Да, просто смотрите, еще важный момент, вот эта вот история про то, что существуют государственные закупки, которые целенаправленно интегрируют свои вот эти вот месседжи в институции, она закончилась. Сейчас каждая институция оставляет за собой право самостоятельно определять, что интересно, что важно иметь свое отношение. Для этого мы приглашаем к себе в экспертный совет не только своих сотрудников, но и внешних экспертов. Вот так это работает сегодня. То есть, как бы, у нас нет, мы считаем, вот, например, если я так сильно, как бы, утрихаю, да, вот, если что-то, например, возникает, то есть, вот, потому что, ну, не всегда мы справляемся, правда, с информацией, с ее обработкой, да, мы не всегда мы получаем вовремя, да, скажем, предложения. Поэтому и акцентируем, что мы получаем информацию тогда, когда она к нам, как бы, сама, да, быстрее прилетает. Когда мы вас видим в качестве участников, в этих событиях. Да, 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 да. Когда вы, 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 вы рассказываете, ну, это часть, кстати, маркетинга, того, который вот так и не пытается людям во всех этих процессах. Самопрезентация, коммуникация, чему, вот, зачем мы нужны продовольцы, вот, фестиваль, на самом деле. Когда знакомятся друг с другом, рассказывают друг с другом, я рассказываю, что у нас есть конкурс, присылайте, мы вас увидим, услышим, да, как бы, мы, поэтому просто будет в сестинала, заберем в коллекцию. Спасибо. 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 Спасибо.